Идея 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 Это сегодняшний день, это, не знаю, очень много эмоций, я не могу так очень просто смотреть, я благодарен, что я принимаю снова участие в постановке и пластически, и мы вложили очень много сил, терпения, эмоций, спасибо огромное всем ребятам, это будет прекрасно, это уже прекрасно. Вот хочется донести до зрителя, я очень рад, что есть этот спектакль, он уже есть и он будет, и я надеюсь, что на долгие-долгие века. Спасибо всем. Спасибо. Хотел бы задать вопрос к актерам, которые будут непосредственно воплощать задумку этого спектакля, и будет ли вам, насколько вернее вам сложно будет играть, потому что мне кажется, это очень будет философский спектакль, тут где-то даже затронута тема Шекспира «Быть или не быть», то есть выбор должен человек сделать, по каким принципам жизненным он будет жить. Вот расскажите, пожалуйста, о своих вот таких вот философских ощущениях, когда вы играете его. Давай, Боря. Просто очень сложно. Не больше, не меньше. Не, ну он в любом случае нельзя так... никаких эмоций это не вызывало. Эмоции есть. Да, я бы лучше не сказал, да. Ну, тут ситуация совсем не шекспировская, у Шекспира там быть или не быть, тут ситуация несколько другая, тут однозначно хочется быть. Ну вот, а почему и с чем связано, ну это надо смотреть, опять же, интрига не раскрывается, но это не Шекспир. Приходите, все увидите. Наверное, так. Я так понимаю, что судя по фамилии автора, он француз, а вот имена героев немножко странные. Эйнштейн и Париж есть, вот величко встречается. Какая бы необходимость перемены? Вы добавили какие-то наши реалии или просто для того, чтобы было проще запомнить? Это было написано в французском языке, и все персонажи были французами. Но дело в том, что Лелюш писал как бы про свое общество, про социальные проблемы в этом обществе. Если бы мы ставили оригинальную версию, возможно, это не совсем было бы понятно по ментальности нашему человеку. Поэтому пьеса адаптирована, она не просто переведена, она адаптирована под нашу реальность. То есть все, что происходит в этой пьесе, а происходит там действие под Новый год, когда три персонажа попадают в тюремную камеру за правонарушения административные, которые вы видите вот в названии спектакля, что в принципе тоже достаточно свойственно нашей ментальности, нашему человеку, особенно в кануне праздника. Но мы посчитали, что это будет более интересный вариант, чем показать просто оригинальную французскую версию. Филипп с этим согласился, я с ним встречалась в Париже, мы с ним этот вопрос обсуждали, он не против. По такому же пути, в общем-то, пошли постановщики «Игры в правду», которые тоже абсолютно переделали пьесу под ментальность российского обывателя. Ну, давайте посмотрите и уже будете судить о том, насколько мы попали и насколько мы смогли поднять эти социальные проблемы. Это совсем мини-вопросик. Это не будет версий, вариант иронии судьбы? Нет, абсолютно. Комедия новогодняя с этим делом. Абсолютно. Иронии судьбы там в том варианте, в котором вы спрашиваете, там точно не будет. В Ленинград никто не летит. Нет, опять же раз говорите, что величка во Франции встречается редко, то зритель, который будет смотреть наш спектакль, я вас уверяю, тоже больше половины во Франции не было. Здесь более такое наш, украинский полисон. То есть вы и нет там судьбы? Нет, хотя хотелось бы. Но в душе, в душе может быть. В душе, да. В душе он, Ромай, да. Причем Саша настолько хорошо сделал свою роль служителя правопорядка нашего, что я считаю, что может практически уже вторая специальность есть. Возьмут в любом... А сейчас как раз обновление выяснили. Я же о чем и говорю. Возможно сейчас. А вы знаете, в вашем мужском коллективе встретилась женщина. Скажите, как было играть с мужчинами? И вообще расскажите немножко о своей роли. Ну, как всегда, интрига. Я сдерживаю ее, наверное, крепче всех. Что я могу рассказать? Ну, конечно, быть единственной — это потрясающе, как в жизни, так и на сцене. Тем более я работаю рядом с супругом и с артистами, которых я знаю очень хорошо и очень... И долго, они пришли даже чуть позже, чем я в театр. В наш фильм. Они все честные, добрые. Ну, понимаете, у нас спектакль делается с любовью, поэтому ощущения каких-то неприятных зритель точно не ощутит. А любовь, внимание, трепет, интригу, простите, не могу раскрыть. Но было очень здорово. Приходите. Желаю всем таких адвокатов. Всем, кто немножечко оступился, пусть у вас встречаются такие адвокаты, как я. И полицейских тоже. В данном случае тоже. Я думаю, это, наверное, будет больше к режиссеру вопрос или к Людмиле. Вот какой самый харизматичный персонаж будет в спектакле? Это режиссер. Это режиссер. Самый харизматичный, тот, которым будет потом у людей все время в памяти и на салат. Я надеюсь, что каждый персонаж будет очень запоминающимся. У нас есть уже какие-то реплики, которые, по крайней мере, будут теперь навсегда с нами, которые родились в процессе репетиции. И я еще раз вернусь к теме того, что адаптировано было не случайно. Это был один из важнейших моментов, когда мы долго спорили, какая пьеса, когда решали, у нас был вариант ту или иную. И это было очень важно, потому что французский вариант, он далек от нашего варианта, от нашего быта. Но они немножко такая другая жизнь, другие проблемы. И пьеса сама по себе в другом темпо-ритме развивается, в таком французском, легком, где-то с иронией. А наша же история гораздо глубже, она гораздо сильнее. Я надеюсь, что она и зрителя будет задевать. Поэтому неспроста имена, персонажи, все обострены, все очень яркие, все очень интересные. Я не скажу, что там есть один персонаж, такой паровоз, который тащит всю пьесу или тащит всех героев. Каждый, это такой сегмент картины, без которой не сложится вся общая картина. То есть каждый персонаж очень важный. Спасибо. Вы придержите интригу, понятно, что не хотите раскрывать, но все же, может быть, расскажете или поделитесь с нами какими-то нюансами, которые будут ждать от ИСИТов. И открыть завес тайно. Но если мы поделимся нюансами, тогда интрига исчезнет. Я могу поделиться. У нас очень классная термата. Я готов поделиться. Мы будем в смокинге. Да, это прорыв на сегодняшней сцене. Драматические смокинги возвращаются. Я думаю, что... Не только, как говорится, в оркестровой яме, но теперь смокинги и на сцене будут присутствовать. Я думаю, зритель... Сейчас буквально еще одну ремарку скажу. Зритель будет заинтересован с самого начала. У нас нет закрытого занавеса. То есть когда зритель заходит, он видит сразу декорацию, и она его должна уже заинтересовать. И погрузить. Она не стандартная. У нас есть даже интересное начало до самого спектакля, некий такой флешмоб. Тоже все для зрителей, чтобы они совершенно плавно вошли в эту атмосферу. Такой вот камеры, тюрьмы. И что эта история будет уже интересна даже с того момента, как зритель вошел. И можно забудить прямо на это. Попытаться. Попытаться можно. И можно следить правоохранительные органы. Адвокат есть? Мир Милл. Премьера будет 31 октября. Потом он еще будет 3 ноября. А есть какие-то уже планы? Да, есть у нас в планах дальнейший прокат этого спектакля. У нас 23 ноября гастроли в Днепропетровске. А 25 ноября мы играем в Одессе. И уже немного в другом составе. Это тоже часть интриги, которую я готова приоткрыть. У нас будет одной из ролей играть Георгий Иделеев. Сейчас он находится в большом туре по Украине. 30-летие масок. И вот он возвращается из этого тура. Это будет следующим таким блоком. Это будет тоже интересно посмотреть, потому что всегда разные персонажи. Он играет с Сашей Самусенко, Марка Бернштейна. Я думаю, что можно будет зрителям оценить. И еще я хотела бы одну ремарочку добавить. В общем-то, всем зрителям, которые являются поклонниками репертуара нашего агентства, я хочу сказать, что этот спектакль, он будет абсолютно другим. Он не похож ни на один из тех спектаклей, которые есть в нашей репертуарной линейке. Поэтому я думаю, что даже это является тоже некой интригой, потому что мы, может быть, попытались немного отойти от таких привычных стандартов, когда берется, условно говоря, какая-то комедия и делается в угоду зрителям. Я очень надеюсь, что зрители увидят все то, что мы попытались в этот спектакль вложить всей нашей командой, положив туда и свои силы, и свой труд, и свои эмоции. Самые лучшие эмоции. Спасибо. Я надеюсь, очень важно скажу тоже по поводу персонажей, что, возможно, какой персонаж запомнится. То есть спектакль настолько направлен на пробуждение сознания зрителя, что я уверен, что каждый зритель, уйдя с этого спектакля, он увидит себя в первую очередь и задумается о себе, в принципе. Или узнает себя в каком-то из персонажей. Да, или узнает себя в 100%. Это будет великолепно. Мне очень понравилось работать с ребятами. Мы, скажем так, репетиционный период разбит был на две части. То есть я приезжал летом, очень удачно была постановка и отдых, потому что море, солнце. Собственно говоря, в Питере в этот раз лета не было, поэтому я нашел его здесь и нашел очень хороших артистов, ребят, познакомился с ними. Мне безумно интересно работать с ними. И я радостно летел сюда, собственно говоря, продолжать уже оставшуюся часть делать. Поэтому я думаю... Ну, вы изначально ответили, поэтому я только еще раз повторяюсь. В Питере я много с кем работаю. Собственно говоря, также и есть спектакли, которые идут в стационарных театрах, есть антрепризы, когда я собираю. То есть много-много... Это самое лучшее. А вот там вот уже вопросы будут. Спасибо. Поскольку больше вопросов нет, я думаю, что в завершении нашей пресс-конференции, это моя любимая рубрика, каждый от себя говорит какое-то пожелание, да, одесситам, гостям нашего города. Пожалуйста, каждый по очереди. Начнем, наверное, с вас. Спасибо, да. Ну, я как адвоката хочу всем сказать, что счастье зависит только от вас. И только от вас. Вот и все. Я могу пожелать любви, счастья и осознанности. Пусть пребывайте в сознании. Спасибо. Мне хотелось бы пожелать каждому человеку душевной гармонии. И с миром, и с самим собой. Это уж не важно. Спасибо. Я хочу пожелать зрителю прийти на наш спектакль, получить удовольствие, не жалеть нисколько о потраченном времени и деньгах, и захотеть прийти еще раз, потому что мы не зря держим эту интригу. Второй раз, может быть, откроется еще что-то большее, и чтобы захотелось прийти и позвать друзей, и, собственно говоря, задуматься о том, что мы хотим сказать. И это очень важная тема, и пусть они затронут зрителя. Дмитрий, спасибо. Хотел бы только поправить не прийти, а суметь попасть. Билеты, когда я думал, не будут, правильно? Будет большой дефицит, поэтому... На 31-й уже билетов нет, да. На 3-й еще немножечко осталось. Мы договоримся. А с вами мы договоримся, да. Дмитрий Петрович, попрошу рассказать. Чем уже забрался дещинку? Ну, я хотел бы попросить, попросить, пожелать, не парковаться на поворотах возле пешеходных переходов и перепростроения. Есть такая там функция возле руля поворот показывать. Собственно говоря, вот. А на болевшем? Да. Хотя у тебя другая. Другая. Мне думал, как водитель изначально. А я, в свою очередь, хотел бы пожелать нашим дорогим зрителям курить в специально отведенных местах. Я, да? Да. Ну что, хотелось бы пожелать, во-первых, в нашей стране мира курс доллара по 8, если его... Спасибо. Я могу обратиться? Пожалуйста. Пожалуйста. Очень бы хотелось, чтобы вы снова были по 8. Ну и, конечно же, не попадать в тюрьмы. Это прям очень печально. Не надо. Сделайте максимально от себя все, чтобы туда не попасть. Печально, но опыт не ссор. Да, но опыт не ссор. На речи курс 7.40. Да. 7.40 самое то. Да. Спасибо. Поэтому на этом можно уже закончить нашу пресс-конференцию. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.